Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено одному из телефонов компании AGM, которая сейчас выпускает очень много различных телефонов профессионального класса для экстремальных условий. То есть, что это означает? Это максимальная защита и некоторые завышенные функции и параметры для наилучшей работы в определенных условиях. Магазин, который предоставил этот товар мне, является официальным. Называется он AGM Mobile Official Store. Ссылка на него будет внизу в описании и на продавца и, соответственно, на сам официальный магазин, где вы сможете сейчас по скидке купить этот телефон и другие модели, которые вам понравятся. Касательно самой посылки, именно так она сейчас пришла. Я первый раз распаковываю ее при вас. В принципе, упаковка обычная, но смотрите, все доехало отлично. Сама упаковка от телефона полностью запакованная, полностью находится в пленке. Абсолютно нигде не видно, что он распечатывался. То есть, полностью запаянная пленка. И смотрим, что у нас написано на самой упаковке. У нас указана сама модель. Это AGM HP 5 Pro. Это новая версия этого телефона, которая вышла в 2022 году, буквально недавно. И сейчас она уже продается практически на всех рынках в разных странах, где только можно. Также здесь указано, что модель имеет 8 ГБ оперативной памяти, что реально круто. И мне версия пришла на 128 ГБ внутренней памяти. В принципе, этого будет предостаточно, потому что этот телефон также поддерживает флеш-карту. И без проблем можно установить, хоть до терабайта будет работать все нормально. И смотрим дальше, что у нас еще интересного есть на упаковке. Вот на этой стороне у нас указаны, какие характеристики имеет телефон. Это Android 12, самый последний. Диагональ экрана составляет 6,52 дюйма. Ну и указано разрешение. Также у нас присутствует 48 Мп камера основная. 2 Мп отдельная камера, которая снимает макросъемку. И чем славится телефон этот, что в него есть дополнительная камера, которая снимает полностью в ночном видении. Без всяких подсветок и тому подобное. То есть, если вы окажетесь полностью в темноте, и у вас не будет даже фонарика, вы можете включить эту функцию. И вы будете абсолютно все видеть, что происходит вокруг вас. Я думаю, что это крутая технология, которая сейчас используется только военными. И в обычных телефонах, конечно же, такого вы не найдете. И думаю, что для многих это будет полезная функция. Итак, давайте уже распаковывать сам телефон. Дальше более подробно я расскажу о нем, когда будем уже просматривать. Также потестируем различные игры на нем. Так как он считается в том числе и игровой телефон. И он должен тянуть абсолютно все игры. Потому что у него графический процессор G85, который славится очень быстрой частотой. Которая справляется абсолютно со всеми играми. Итак, вот я открыл первый раз. Здесь какая-то интересная поверхность черного цвета. Дальше у нас идет какая-то подкладка. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь вот инструкция. Какие-то брошюрки от самого телефона. Но в принципе больше ничего нет. Ага, вот подождите. Вот есть крепка, которая открывает сим-карту и лоток для флеш-карты. Давайте это отложим. Дальше достаем сам телефон. Он дополнительно запакованный еще в какую-то пленку. Давайте сейчас пока положим его в сторону. Посмотрим, что у нас входит еще в комплект. Так, открываем. Здесь снизу еще должна быть зарядка и шнур. Вот они черного цвета. Сам блок идет на 3 Ампера, 15 Ватт. Ну, это, скажем, средняя скорость зарядка, но она 3 Амперная. И, скорее всего, будет заряжать намного быстрее, чем обычные зарядные устройства. Потому что в быстрых зарядных устройствах обычно идет на 2 Ампера. Здесь пропускная способность идет 3 Ампера. Ну и сам кабель черного цвета довольно толстый. Ну и что хорошо, что длина его не очень маленькая. Думаю, будет удобно подключаться к любому компьютеру на расстоянии. Либо ставить на зарядку и ложить телефон на длинное расстояние. Разъем Type-C, который подходит под множество телефонов без проблем. Так, и смотрим, что у нас тут еще осталось. И в пакетику, вот смотрите, даже есть какие-то дополнительные заглушки. Скорее всего, запасные для этого телефона. Так как он водонепроницаемый полностью. И в том числе и динамики его. То вот вам еще положили 2 запасных заглушки. Которые закрывают сим-карту вашу. И разъем для зарядки и наушников. Я думаю, что это нужная вещь. Конечно же, мы это оставим. И больше, в принципе, ничего нет. Пустая упаковка. И сейчас мы перейдем к самому телефону. Итак, смотрим. Здесь у нас указаны краткие характеристики. Сама компания, которая выпускает этот телефон. И давайте его откроем. Но реально на вид очень классный. Смотрите, здесь у нас расположен основной динамик. Чем классный этот телефон? Тем, что этот динамик выдает аж 109 дБ. И он позиционируется сейчас как самый мощный телефон по звуку во всем мире. То есть, этот динамик может заменить какую-то небольшую колонку. И можно спокойно его брать куда-то на природу. На какие-то пикники. И чтобы обеспечить хорошее мощное звучание, которое не может выдать самый обычный телефон. Чтобы вы так понимали, примерно вот этот динамик может заменить 10 обычных телефонов, которые будут играть одновременно. Я думаю, что это очень круто. И звучание идет на высшем уровне. И кроме того, этот динамик водонепроницаемый. То есть, если он упадет в воду, ничего страшного. Все будет работать, как и работало. Так, и вот у нас расположение камер идет. Как вы видите, все по бокам. Основная 48 мегапикселей, как я и говорил. На 2 мегапикселя. И идет инфракрасная камера. И в том числе отдельная подсветка. Также сзади находится отпечаток пальца. Сканер отпечатка пальцев. Я думаю, что это очень удобно. У меня было уже много телефонов различных. И я скажу, что задний отпечаток пальца намного удобнее, чем отпечаток пальца, встроенный в экране. И смотрите, здесь даже находится внизу уже выведенная наружу 4-х диапазонная антенна. Которая позволяет абсолютно в любой местности словить сигнал. То есть, если вы даже где-то окажетесь в какой-то пещере глубоко, то сигнал у вас все равно будет ловить. Это тоже очень круто. Сам материал. Сам материал сделанный с ударопрочного пластика, который выдерживает даже попадание пули. Это, конечно, нужно проверять. Но телефон довольно увесистый. И весит больше, чем полкилограмма. А все потому, что здесь находится батарея на 7000 мАч. Которая может держать 3-4 дня без проблем. Это крутые показатели. И смотрите, по бокам у нас идет как защитные пластины, такие резиновые. То есть, как бы телефон сам находится уже сразу в таком сплавленном корпусе. То есть, на него чехлы не идут. И не нужно ему никаких чехлов. Он уже противоударный полностью. Полностью защищенный. Экран абсолютно не царапается. И на рекламных видео, конечно, я видел, что его бросают прям со скалы. Он падает прям на камни и в воду. И абсолютно ничего с ним не происходит. То есть, этот телефон для экстремальных условий. Если вы часто роняете телефон и он у вас разбивается, то это как раз таки телефон, скажем, для вас. Давайте его запустим первый раз. Так, и у нас здесь есть стандартное приветствие. Нам нужно выбрать язык. Вести какие-то минимальные свои данные. В принципе, как и при любом запуске абсолютно любого телефона. Еще раз напомню, здесь Android 12. Последняя версия. Пока телефон загружается, смотрите, вот здесь находится лоток под сим-карту и флешку. Либо можно установить две сим-карты. Так, и дальше мы вводим свой просто аккаунт. Любой Google, которым мы пользуемся. Так, и вот у нас телефон уже запущенный. Вот такая красивая заставка сразу у нас. Зайдем в наши настройки. В принципе, здесь все понятно. Все стандартно. Конечно же, меню немножко будет отличаться от Samsung и Xiaomi. Но все очень похоже, все доступно. И разобраться тут буквально за несколько минут можно без проблем. Вот мы зайдем в само хранилище. И видим, что у нас 128 гигабайт памяти. И установлены самые последние обновления. Вот я попытался обновить, но у нас уже он не обновляется. Здесь и так уже максимальная версия. Так, и смотрим дальше. Я скачал уже заранее на него AIDA64. В принципе, можно какое-то другое приложение. Ну, посмотрим через него. И посмотрим, что у нас на самом деле в системе. И так, смотрим. ОЗУ у нас 8 гигабайт. Все нормально. Доступно из нее 5 гигабайт. Это более чем достаточно. Но и всего незанятой памяти это 103 гигабайта. Но это при том, что я уже установил парочку программ. Сам центральный процессор. Это Mediatek Halo G85. Имеет 6 ядер ARM Cortex-A55. И 2 ядра Cortex-A75. Ну, это не самый новый процессор, но довольно мощный. 8 ядер для такого телефона и 8 гигабайт оперативной памяти. Это просто супер. 12 нанометров поддерживает. Вот у нас показаны частоты. Дальше, что здесь интересное? Батарея. Давайте проверим батарею. Вот, смотрите. Оставшийся заряд 1590 мА. То есть, я его еще не заряжал. И общая емкость 7000 мАч. То есть, емкость соответствует тому, что указано производителем. И если мы зайдем в самоустройство. Здесь у нас описание камер. Это 48 пикселей, как я и говорил. Общая, основная. Ну и здесь расписаны различные характеристики. Каждая из камер. Вы можете самостоятельно уже ознакомиться со всеми характеристиками, которые указаны на сайте. Ссылка внизу в описании. Переходите. Там больше информации. И сейчас, смотрите. Давайте я при вас скачаю из плеймаркета какую-то грузовую игру. Чтобы понять, насколько телефон мощный. Ну, давайте популярный асфальт скачаем. Он занимает почти 3 гигабайта памяти. И сейчас посмотрим как раз на скорость скачки. У меня сейчас 100 мегабит скорости. И посмотрим, насколько быстро скачается игра. И потом, конечно же, ее запустим. Вот уже она скачалась. Скачает очень быстро. И параллельно давайте скачаем еще стендов 2. Вот она занимает 1.35 гигабайта. Но это просто для примера. Итак, смотрим. Запускаем игру асфальт. Загрузка идет очень быстро. Здесь вводим какие-то данные. Давайте абсолютно любой уровень. И игра идет без лагов. Графика просто чудесная. Любой игроман заценит и скажет, что телефон работает просто отлично. Графика у нас на максимальных настройках. И абсолютно ничего не тормозит и не лагает. И, кстати, заявленные производителем данные. Это 10 часов беспрерывной игры на этом телефоне. Это очень много. И давайте запустим вторую игру. В которую можно играть только через интернет онлайн. И видим, что просадок никаких нет. Все отлично работает. И графика просто шикарная. И давайте теперь я покажу, как он снимает в режиме ночного видения. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Сейчас уже глубокая ночь идет. И смотрите, у меня в руках этот телефон. AGM HP 5 Pro. Вот, чтобы вы видели. Показываю заднюю сторону. И сейчас у меня подсвечивается сбоку фонариком. Я сейчас при вас выключаю этот фонарик. И будет абсолютно полная темнота. Вот, я уже его выключил. И включаю теперь режим камера. Самый обычный режим, на который мы снимаем фотографии. И вы видите, что абсолютная полная темнота. И что-то снять абсолютно нереально. Здесь сбоку есть переключатель на режим ночного видения. Я его включаю. И вот, пожалуйста, мы видим сейчас абсолютно в полной темноте. Я вам показываю свое рабочее место. И вы можете оценить то, как вы будете видеть абсолютно в полной темноте при этом режиме. И чтобы вы понимали, это работает не фонарик, не подсветка. Задняя, как обычно, включается вспышка. И она подсвечивает что-то. Сзади у нас горит только вот красненькая миниатюрная лампочка. Это сама инфракрасная камера на 20 мегапикселей. Ночная камера. И больше абсолютно ничего не светится. Вот, еще раз показываю. Вы видите такую красную точку. Я сейчас смашу телефоном. Вот, работает только эта инфракрасная камера. Никакой абсолютно подсветки сейчас сзади нет. То есть, в полной темноте вы сможете видеть абсолютно все. И, кстати, я проверял, чем темнее, тем лучше видно. И касательно самых камер, которые здесь установлены. Все модули, они не китайские. И здесь основной модуль на 48 мегапикселей это фирмы Samsung. Остальные все фирмы Sony. И потому у нас, соответственно, получаются классные снимки, классное видео. И очень хорошее качество при любой съемке. И сейчас в конце я вам покажу просто несколько снимков, сделанных на этот телефон. Из выводов я скажу, что телефон получился достаточно классный. Он очень громкий. Если вы хотите заменить себе какую-то переносную колонку, чтобы у вас всегда была в кармане мощная громкая музыка. И при этом у вас была максимальная батарея аж на 7000 мАч, которой будет хватать очень на длительное время. Плюс вы забудете, что такое покупка различных чехлов. Потому что телефон уже идет максимально защищенный и водонепроницаемый. Плюс мега крутая функция, которая позволяет видеть, что происходит вокруг вас в абсолютной темноте. И очень классная начинка касательно процессора и видеоускорителя. То есть он подходит абсолютно для любых игр на максимальных настройках. Все будет просто летать. Телефон, конечно, получился шикарный. Единственный минус – это его вес. В руке он, конечно же, чувствуется немножко тяжеловатее, чем остальные все модели обычных классов. Более с детальными характеристиками вы можете ознакомиться на официальном сайте и официальном магазине AGM, который предоставил этот товар на обзор. И ссылка будет внизу в описании. Переходите, покупайте, пока на него сейчас есть скидки. И смотрите более подробную информацию в описании и на самом сайте.